Мы все еще фармим с Эйдоном, а вернее теперь фармим очень по-новому. Новый способ пришел неожиданно, очень спонтанно. Основная суть того, что происходит, там где сейчас находится курсор, там был платочек. В общем, как мы к нему подходим с автобуса сверху, неважно в принципе с какого положения, главное оставаться наверху крыши. Как только он закричит, ни на какие кнопки не нажимать, ни смотреть по сторонам, еще что-либо, просто терпеливо ждать, когда будет погоня 4 из 4. После этого мы сразу поворачиваемся, лежим на этот балкон, ну почти. Как всегда, когда начинаешь записывать, подождем следующего, спасибо. Вот. Теперь у нас выпрыгивают только уникальные товарищи. И мы стараемся вот в этом месте их бить, но стараемся не вылезать далеко. Чтобы нас при ударе не затянуло туда, на улицу. То есть мы сейчас максимально, конечно, читерим. Еще один момент, да, надо бить ровно, сразу же после удара наклонять стик назад, то есть максимально как бы отпрыгивая как будто. В принципе, даже можно и отпрыгивать. Вот, я взял себе сейчас хороший топорик, который именно поджигает. Ну, как бы наносит крит-удар периодически. Вот, и они начинают все сразу гореть рядом. Вот, хороший удар. Но тут еще нужно иметь вот в виду момент, что вот вылезают они еще в нижнюю, в эту арку, и тем самым бывает еще и подталкивают. Поэтому надо быть максимально аккуратным. Вот, и ждать следующих моментов. Даже можно иногда назад немножко отпрыгивать. Вот. Но это надо именно делать одновременно. То есть, как бы... А все клавиши задействованы ближайшие. Значит, таким образом мы фармим исключительно уникальные трофеи. Потому что именно с товарища летунов вылетают только они. Вот, топорик сейчас, конечно, у нас закончится, но у меня еще есть хорошее оружие. Так, ладно. У нас буквально осталось где-то... Где-то час коридорского времени. Вот. Ждем, когда еще набежит кто-нибудь. Что-то никто не вылезает больше. Вот они обычно отсюда лезут прям промеж ног. Сейчас никого нету. Даже здесь просто. Во, полез. Молодец. Я говорю, главное туда, чтобы не засосало. Вот. Стоять, выглядывать. Ничего не собирать. Можно махнуть. Но тут что-то никого нет. Так, можно немножко по сторонам, наверное, пройтись. Да, стрелочка только одна показывает. Наверное, скорее всего, остался один. И вообще уже 7 утра они, наверное, разбежались все. Нет, не все. Можно, в принципе, еще ударить. Но они уже, видимо, бегут в освояси отдыхать, спать. Но мы будем здесь до последнего. Главное быть аккуратней. Я уже делал так и вылетал. Немножко туда, ну, туда, на улицу. Приходилось сбежать, как и галтелый. И запрыгивать обратно в это же окно. Вот. Не очень часто получается это сделать. Бывает, погоня заканчивается и все остальное. Поэтому, вот, я думаю, сейчас именно будет удачный тот самый кадр. Но надо было чуть пораньше записывать, потому что ночью, конечно, они более активно лезут. Сейчас они никуда не лезут. Вот. Но мы дождемся все-таки 10 секунд до завершения. Потому что они через 10 секунд будут уже все безобидны. И даже вот те, кто стоит там на улице и выжидает. Где-то рядом они. Вот. Все, и погоня закончилась. Ну, в общем, они вон побежали. Это видно вот по вот этим вот. Кстати, можно вылезти и попробовать их. Не, это уже просто вот эти стоят. Обалдует. Ну что-то, я сейчас немножко просто очищу здесь дорогу, чтобы было посвободнее. Вот сколько трофеев я за эту ночь не собирал. Ну, не собирал в смысле. Так, тихо. Отстань. 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 Ну, топорик мы уже добиваем. Спасибо ему, конечно же. Вот. Но он очень хороший был, конечно, все это время. Отстань. Так, отстань. Промазал, ладно. Вот. И сейчас буду медленно собирать, чтобы видно было, что здесь в основном даже... Просто здесь были еще вылезали вот такие вот товарищи. Да, которые необычные. Но раз старая инструкция, значит, это уникальный трофей. Это обычный. Это уникальный. Это необычный. Необычный, вернее. Тоже необычный. Так, виск старого, значит, уникальный. Еще раз виск, значит, уникальный. Еще раз уникальный. Ну, в общем, здесь в основном будут уникальные. Вот, кстати, да, еще надо полутать именно те, кто просто остался в кучке. Ну, собственно, таков вот эксперимент. Очень оригинальное место. Сейчас я тогда, поскольку мы удачно все это сделали, я расскажу, как это получилось. Хотя я вначале уже все рассказал, как это делать, во всяком случае. Вот. А получилось это спонтанно. Я что-то стоял, смотрю. Так, все собрали. Все-таки это уникальные трофеи. Конечно, их можно сейчас нафармить уже таким методом много. Но все же, смотрите, он аж в обнимочку с этим лежит. Не хочет отдавать. Но мы заберем, естественно. Так, у меня, по-моему, с той стороны еще парочка. Ну, это уже не особо сильно важно. Потому что здесь, да, тут, наверное, вообще совсем ничего. Потому что мы работали в основном сейчас в другую сторону. В общем, я на эмоции, естественно. Потому что я чисто... Мне до этого не очень сильно везло с тем, что как мы фармили. Так, ну ладно, я пока буду рассказывать. Я побегу в сторону базара или куда-нибудь сейчас встану. Вот более приветливое место, где нам нужно будет просто постоять. Вот здесь вот, да, на солнышке. Вот. Кстати, да, освещение вообще классное. Значит, просто стоял, смотрю, окно открывается. Я думаю, а что бы туда не запрыгнуть? То есть вот так вот спонтанно, весело, задорно все получилось. А потом я подумал... А потом, да, потом я стал пинать те зомби, которые вот вылезали в том месте, где... То есть зараженных в том месте, где мы только что были. И я подумал, а что бы не довести погоню до четырех из четырех. И таким же методом взять и немножко побить летунов. Мне понравилось, получилось. И вот в результате, я думаю, в скором времени у меня будет уже максимально именно урона от любого оружия. И дальше я уже буду заниматься чем-то еще. То есть гораздо будет уже действительно проще передвигаться по-своему. Плюс есть вероятность, что я все-таки в своем прохождении посмотрю все, что меня интересует касательно прокачки. Поэтому мне очень нравится то, что вот так совпало с тем, что ты хочешь. И все-таки место, которое школа, это вообще просто максимально. И я думаю, надо фармить по максимуму. Вот. Не знаю, исправят это когда-нибудь или нет. Все-таки это PlayStation. Сложно сказать, но место, конечно, максимально золотое, волшебное, интересное. И, в общем, сейчас я еще один кружочек сделаю. Сколько у меня сейчас, кстати, трофеев? Раз уж мы здесь. Что у нас в рюкзачке? У нас уже 19 уникальных. 19 уникальных. Вот. Которые выпадают с чарджеров, разрушителей и прыгунов. Ну, здесь они прыгуны. Ну, все по-разному называют. Летуны, прыгуны, вообще бегуны. Изначально. Также с них выпадает денежка. И много ценностей. Всякий там парфюм в основном. Старые инструкции. То есть, я считаю это, опять же, самым ближайшим, самым вообще лучшим местом для того, чтобы фармить трофеи. И самое главное, уникальные трофеи, что очень-очень-очень редко встречается. Реально очень редко. Как я говорю, до этого я то, что делал, опять же, да, вот как в видео предыдущем, там, наверное, за ночь выпадала, ну, парочка уникальных трофеев. От двух до пяти максимум. То есть, это очень долго. А теперь же, таким вот методом, можно будет гораздо больше всего добывать. В том числе, ну, наверное, да, здесь вот оружие имеет значение уже теперь. Тем, что, наверное, на самом первом уровне, с какой-нибудь сломанной лопатой, так не повоевать. Но, в то же время, по сюжету я вообще не очень далеко продвинулся. Да, уже набит четвертый уровень, но, собственно, как-то так, в принципе, пришло вот время и оптимальное оружие. У меня, кстати, по оружию похвастаюсь тоже, коли мы здесь. Я скупил все, что попадалось. Это тоже надо было по несколько раз приходить. То есть, у меня сейчас вот следующий будет надежный топор, которого урон 83. И в этот раз я именно сделаю правильную ставку. Я его, значит... Да я прямо сейчас его улучшу, чё. Теперь же рукоять мы сделаем именно ужесточение, чтобы урон был 121. Вот. Наверх мы, естественно... А, кстати, я сейчас могу... А чё я делаю? Зачем? Вот опять, да? Ну, я уже подустал. Я чё-то это, говорю, как всегда, стал прокачивать трофеи уже по несколько подходов. Вот. Поэтому я уже так на полуавтомате всё это делаю. Я думаю, надо было, конечно же, докачать до конца этот навык ужесточения. Потому что у нас сейчас как раз всё это есть. Но ничего, у меня есть ещё один топор. Под названием Томагавк. Выглядит современно, но с уважением к традициям. Тоже 83 урон. Идеальное сочетание. То есть, я его вот вкачаю по максимуму. И... Кстати, надо посмотреть, а я смогу вкачать по максимуму. Ну, я думаю, я здесь видео, в принципе... Да ладно, давай зайдём ещё лучше. Как бы результат-то надо показать. Какой от всех этих проделок... Говорят, сейчас выгодно держать курс. А ты что думаешь? Никогда об этом не думал. То есть, мы подходим к Альберту. И до конца уже прокачиваем именно... Ужесточение. То есть, вот как раз у нас хватает. Раз. А, и всё. Да? А почему всё? Странно. Может быть, на данный момент? Ну, ладно. Тогда мы вкачаем пламя, которое нас очень сильно тоже выручает. Его попробуем вкачать тоже уже до конца. А, у меня денежки закончились. Ну, ничего страшного. О, и как раз. Как раз, как раз камуфляжный топор. Его бы тоже купить. Ну, 5500, я думаю, нам... О, 88. Ничего себе. Хороший топор. Его по-любому берём. Альберта. Ага. Вот. Так что мы продолжаем модифицировать. Так. Так. И опять денег не хватает. Так. Ну, в принципе, у меня есть, конечно, что ещё продать. Ну, ладно. Давай, пока я вот так вот побегаю, вот тогда. Вот. Ну, пойду фармить, собственно. Так что мне надо, опять же, подождать ночь. И... Ну, прежде чем посплю, опять же, мы сейчас быстренько посмотрим, что у нас по оружию, которое мы только что, естественно, приобрели. А, вот, значит, у нас самый максимальный сейчас... Сейчас самый максимальный у нас может... Ну, это понятное дело, что этот. А, вот. Ну, мы заодно можем вкачать и... Ну, здесь мы уже ничего не можем вкачать. Потому что уже всё. И не древко, и не всё остальное. Вот. Как я и говорил, то, что даже несмотря на то, что... Вот, кстати, если бы мы вкачали, то у нас был бы урон 136. Вот. Ну, мы не можем ничего сделать. Так что будем прокачивать уже другие топоры. Так, это что такое? Понятно, понятно. Выключись. Вот. Собственно, на этом пока что мы завершим наш обзор по фарме трофеев. Да, ещё лук купил. Вот. Абсолютно тоже спонтанно. Ну, пусть будет. То есть, это всё было ещё до того, как я обнаружил то, что можно влететь в окно. И таким вот образом нафармить всё, что ты хочешь. Поэтому я буду продолжать, насколько это возможно. Чтобы, в принципе, прокачать всё. Меня это очень интересует. Вот. Но это не повод на том, что если всё прокачаем, то потом дальше ничего не будем делать. Конечно же, мы будем дальше проходить, смотреть, как, что, оно, чё. Вот. Так что всё вовремя, интересно. И, я говорю, оно абсолютно спонтанно получилось. Самое главное, я говорю, когда байтить. Именно, именно этого. Хотя можно как? Как я думаю. Можно, конечно, побегать, насобирать эту четвёртую погоню. Вот. Четвёртый уровень. Потом залететь на этот балкон. И точно так же, поскольку там очень часто и летуны, и все остальные оттуда выпрыгивают. Но на четвёртом уровне, естественно, погоня 4 из 4. Оттуда только летуны выпрыгивают. И просто запрыгиваем. И делаем, пока оно работает. Вот. Собственно, рекомендую. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова